Считаю, что кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее партии, кто готов работать в партии, работать на всю страну. Добрый день, друзья! Если Владимир Владимирович Путин на съезде «Единой России» признал лидерство этой партии и благословил спектакль под названием «Хорошее ядро против плохих чиновников», которых, я напомню, нужно трясти и добиваться от них справедливости, то Медведев, Дмитрий Анатольевич, рассказал тактику подготовки к будущим выборам, а это очень интересно. Фактически он обрисовал контуры политики в стране на ближайшие годы, то, что мы будем с вами наблюдать. И первое, что хочется отметить, ядро изо всех сил примазывается к Путину, а Путин, хоть и расхваливал «Единую Россию», ни разу не сказал, что это его партия. Помните лозунг «Единая Россия – партия президента»? Он как раз от этого дистанцируется, а Медведев говорит, вот мы основываемся, полностью стремимся исполнить все, что говорит Путин. «Единая Россия» уже давно доказала свою эффективность как политическая сила, стала правящей политической силой. В основе ее программы «Курс президента страны» Владимира Владимировича Путина и мы напираемся на те приоритеты, которые им были обозначены. Друзья, я, честное слово, не понимаю, как они собираются доказывать правильность пенсионной реформы, мусорной реформы, удушающих налогов, вывода финансов за рубеж, если даже люди во власти доказывают их ошибочность. Тот же Кудрин из счетной палаты все время доказывает, ребята, нацпроекты проваливаются, ребята, та реформа, эта реформа, ошибка за ошибкой, ошибка за ошибкой. И Кудрин – это человек, встроенный во власть, это вовсе не какой-то там оппозиционер. И левая оппозиция, и правая оппозиция, все говорят, страна идет не туда, совершенно ошибочный курс. Но нет, единороссы, Медведев уверены, что все у них получится, их снова выберут. Единая Россия осознает свою ответственность. Суть нашего лидерства в том, чтобы принимать решения, которые нужны стране. Разъяснять, конечно, их людям. А когда идешь на выборы, убеждать избирателей в том, что решения были выбраны правильные. Упор будет сделан на пропаганду и подачки народу. Надоевшие лица собираются заменить кем-то новым – готовьтесь. С другой стороны, не стесняйтесь писать прошения. Друзья, с худой овцы хоть шерсти клок. Если вам нужна помощь по решению каких-то мелких вопросов, пишите ей в Единую Россию ближайшие полтора года – это ваша дойная корова. Сейчас они будут с радостью браться за любые дела, которые могут поднять их рейтинги. В том числе раздавать деньги, пособия, путевки и так далее и тому подобное. Главное, чтобы вы поверили, что Единая Россия готова вам помочь. Поверьте, на это будут брошены огромные ресурсы. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской компании партия «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей. Для этого нам сейчас нужно критически оценить свой опыт, обновить, и уже это, наверное, пора делать, программу партии с учетом сегодняшних задач, дать просторы новым идеям, конечно, новым лицам, новым методам работы. Постараться сделать партию практически неуязвимой для политических оппонентов и открытой для каждого человека, которому нужна наша с вами поддержка. Они серьезно намерены оставаться у власти. Недавно я рассказывал, что Единая Россия будет формировать информационный спецназ под контролем ФСБ. Молодежные группы обученных ребят, эдакие пригожинские тролли, только гораздо лучше подготовленные и без устали пишущие пропаганду и контрпропаганду. Я уже жду их в наших комментариях. Наша цель, как и прежде, выиграть честно, уверенно, безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что важна не победа, а участие. Мы должны быть настроены только на победу. И, кстати сказать, мы должны понимать, что часто стратегия наших оппонентов строится не на проработанных программах, они им зачастую не нужны, а на агрессивных атаках на Единую Россию, как это уже было. Используются самые разные технологии, подчас грязные, мы их не применяем, но объектом несправедливых нападок тоже быть не должны. Надо уметь отвечать, уметь бороться и расширять круг наших сторонников, привлекать в партию тех, кто хочет помочь своей стране, представителей гражданского общества, некоммерческих организаций. Мы готовы дать всем талантливым, толковым, умным выдвинуться кандидатами от нашей партии. Очень интересно Медведев рассуждает о достижениях Единой России. Я вот не понимаю, а при чем тут Единая Россия? Это все, что он перечисляет решения правительства. А многие решения, продавленные через ту же Госдуму, были бы приняты и без этой партии. С другой стороны, Единая Россия загубила множество хороших, верных инициатив. Что за 20 лет сделали конкретно единороссы для страны? Не правительство в целом, не Госдума в целом, а именно Единая Россия. Вот мне в голову вообще ничего не приходит. Что, только стабильность они принесли? Вот это вот то, что называется стабильностью. Ни одного по-настоящему прорывного, в хорошем смысле прорывного закона, а не то, о чем вы подумали. Первое, конечно, это рост доходов людей. Было обеспечено повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Мы продолжаем поддерживать семьи с детьми. Благодаря проекту «Крепкая семья», те, у кого в 19-м и последующих нескольких годах родятся третьи и последующие дети, смогут получить выплату, а это 450 тысяч рублей, на погашение ипотеки. Вторая тема, которую не могу не упомянуть, это освобождение от налога на доходы физических лиц, доходов тех, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. Теперь мы заканчиваем подготовку законопроекта, который позволит обманутым дольщикам не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии Фонда защиты прав граждан. Исключить вообще ситуации, когда государство оказывает помощь пострадавшим и при этом забирает обратно 13% налога. Это странная практика, которая сформировалась за определенный период. Да, и это, и многие другие очень странные вещи сформировались за определенный период. За время правления Единой России, черт побери, доброе утро! Планы партии один в один, национальные проекты. Потом они будут рассказывать, что нацпроекты это и были достижения Единой России. А если будет провал? Но это не Единая Россия, это плохие чиновники. В следующем году нам предстоит активизировать работу по нескольким направлениям. И я назову, что считал бы правильным сделать. Ну, во-первых, предлагаю укрупнить партийные проекты. Они у нас разрослись числом. И зачастую один напоминает другой, не очень понятно, когда деньги вкладываются в один, как это сказывается на другом. Их нужно укрупнить. Объединить по пяти важнейшим направлениям. Здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. О да, они решили переиграть Навального. Будут сами заниматься правозащитной деятельностью. Ребята, это что за цирк? Вы вообще... Я не могу слушать это спокойно. Повышение ответственности руководящих органов. Мы только что обсуждали этот вопрос на совместном заседании Высшего и Генерального Совета. Выносим на съезд предложение, как более эффективно использовать потенциал Генерального Совета. В его составе появится шесть рабочих групп по кадровой политике, по реализации национальных проектов, по гражданскому обществу, по поддержке молодежных инициатив, по доступности и качеству коммуникаций с гражданами. Ну и мы договорились создать правозащитный центр, чтобы защищать интересы права людей. Мы не должны быть в стороне от этого, поскольку это очень часто присваивают себе оппозиционные партии. Нам нужно этим заниматься. Мой вердикт. Все, что рассказывал Медведев, это готовиться к смене в Единой России. То есть они реально будут сейчас. На федеральные каналы, на Ютубе появится много новых лиц, которые будут рассказывать о том, что Единой Россия не так плоха, Путин старается изо всех сил и так далее и тому подобное. Ребята, готовьтесь. Готовьтесь, это будет информационная война. Нужно будет писать комментарии, нужно будет напоминать людям, кто эти люди. Нужно, чтобы никто ничего не забыл. С другой стороны, есть возможность что-то получить с Единой России, если у вас есть на это основания. Если вы многодетная семья, если вы живете в аварийном доме, смело пишите жалобы и прошения. Единая Россия с радостью вам поможет, даже в том вопросе, который вы считаете безнадежным. Третье. Выборы будут массово фальсифицироваться. Друзья, подумайте, какую партию вы хотите поддержать. Навального, КПРФ, Левый фронт. Друзья, без разницы. Главное прокатить Единую Россию. Согласуйте с партией. Напишите координатору. Узнайте заранее. Наверняка будут проводиться обучения наблюдателей, обучения проверяющих, обучения членов избирательных комиссий. Друзья, нам нужно как можно плотнее проконтролировать эти выборы. Изо всех сил пресечь нарушения. Изо всех сил. Я уверен, сейчас Единая Россия будет пропихивать закон о том, чтобы голосование стало дистанционным. Электронное голосование, которое они с радостью смогут фальсифицировать. Не дадим этого. Как только эта тема всплывет в информационном поле, мы должны быть готовы выйти на митинги. Мы должны быть готовы отстоять наше право на честные выборы. Почему их нет в нашей стране так долго? Столько лет? Что это вообще происходит? В какой стране мы живем? На этом у меня все. Друзья, нам надо держаться вместе. Единороссы должны проиграть. Только вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. И это по-настоящему работает. А по возможности поддерживайте донатами. Жду ваших комментариев. И до встречи уже завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok